Хабаровский инвалид пытается выяснить, кто и когда на его имя взял кредит. Александра Баскова запугивают коллектор и сам он утверждает, что никаких подписей под договором не ставил. Да это и физически невозможно. У мужчины отсутствуют конечности, он практически не выходит из дома. Репортаж Софьи Кореневой. Вы не торопитесь? Вы вот здесь вот аккуратненько расписывайтесь. Последние 12 лет Александр Басков может написать что-либо только так. В 2007 году во время рыбалки с друзьями мужчина провалился под лед. В катастрофе выжил он один, пока шел через тайгу, отморозил и руки, и ноги. Живет на пенсию, в феврале получил половину выплаты. Это январская, это февральская. 15 тысяч 380. Ну, следовательно, 11 тысяч, там 440 рублей, вы считали. 11 тысяч списали в счет долго. Александр Басков обнаружил, что еще 7 лет назад на его имя взяли кредит. И якобы существует даже его расписка о получении кредитной карты на 25 тысяч рублей. С приложенной фотографией и подписью. Ну, как бы я его взял? Да и потом вы покажите мне того идиота, кто бы дал такому, кто бы дал такому человеку кредит. Все материалы по делу хранятся в Ульчском районном суде. Там Александр Басков был прописан и проживал в 2012-м. По данным суда, кредит взяли в Восточном экспресс-банке. Позже долг выкупило коллекторское агентство. Коллекторы и обратились за взысканием. В этот же день был вынесен судебный приказ и направлен к сторонам. В случае несогласия с данным судебным приказом, должник в праве обжаловать судебный приказ. Александр Юрьевич, мне тут нужно будет для документов, для подтверждения того, что вы точно не могли. Только Александр Басков приказ так и не получил, потому что уже переехал. Фото подтверждения нужно для того, чтобы инвалиду выслали материалы дела в Хабаровск. В благотворительном фонде «Филантропия» помогли подготовить заявление об отмене судебного решения. Мы надеемся, что они нам пришлют все документы. Если они смогут прислать по электронной почте, чтобы ускорить процесс, это еще лучше, потому что там по срокам мы тогда все успеем и деньги успеем остановить снятие выплаты за март. Александр предполагает, чтобы получить деньги, у него без спроса взяли паспорт. Семь лет назад он был вынужден жить у неблагополучных дальних родственников. Документы пропадали, но примерно через месяц нашлись. Пенсию получу, они ее прокурят, пропьют быстренько. И все там, ну наркоманы одни там, конопля у них. Они даже картошку не садили, коноплю это огород, засеянный был. Заявлений в полицию Александр Басков тогда не писал. Мужчина признает, первое оповещение о долге пришло к нему еще 4 года назад. Но тогда мужчина не придал ему значения.